Здравствуйте, жители Горловки. Я координатор от Донецкой Народной Республики по городу Горловки, Колоснюк Владимир Владимирович. Хочу обратиться к вам. Да, сегодня в наш дом постучалось горе. На данный момент мы имеем одного убитого и шестерых раненых. Но этот акт не прошел безнаказанно. Тот, кто это сделал, наказан. Наказан крепко. Вполне возможно, что сейчас его доставят. То есть летчика, который совершил акт вандализма, убив одного человека без оружия, без камуфляжа, который просто пришел, чтобы помочь моему городу. Почему моему? Потому что я песчинка этого города. Не потому, что я говорю как мэр, как руководитель этого города. Я песчинка этого города. Поэтому этот город мой. Так может сказать каждый житель моего города. От старого до малого. Сейчас ведутся восстановительные работы. Город живет и должен жить спокойной жизнью. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Живите спокойно. Просьба к жителям города. Кто умеет, помнит, знает, как пользоваться оружием. Как водить танк. Как наводить зенитные установки. Приходите в ополчение. Люди, умеющие держать оружие в руках, а также перечисленных специальностей. Приходите, пожалуйста, в УВД, к УВД. Либо в здание АБОПа. Вставайте со своих диванов. Горе уже постучалось. Да, сегодня мы стучащему ответили адекватным ударом. Но того погибшего и тех шестерых, которые ранены, мы не забудем, не простим. Я обращаюсь к вам, жителям города. Живите спокойно. Радуйтесь. Женитесь. Справляйте дни рождения. Делайте свадьбы. Любуйтесь этой природой. И не бойтесь. На зло врагам. У нас есть враг. Он сидит в Киеве. Не бойтесь его. Мы встретим его достойно. Теперь у меня обращение к сотрудникам ЖКХ. Пожалуйста, очистите все подвалы, все технические подполья. Приведите их в надлежащее состояние, чтобы они были сухие. По возможности проведите свет. Потому что вполне возможно, что будет. Может быть. Может быть. В любой момент совершен налет. Чтобы люди могли спокойно уйти в подвал, чтобы их не убило, не ранило, не привалило. Тех подполья прошу сделать открытыми. Обращаюсь к народным дружинам. Если вы найдете в подвале мародера, который режет трубы, канализацию и прочее, привозите их либо на УВД, либо в АБОП. Но чтобы эта информация была достоверной. А не просто так хватать каждого и везти его. Здесь с ним разберутся и накажут соответственно. Я еще раз прошу жителей города. Спокойно, без паники. Не нужно скупать ничего. Не нужно бегать по магазинам и покупать. Это приведет только к подъему цен. От чего пострадаете в первую очередь вы? Я этого не хочу. Благодарю за внимание. Продолжение следует...